Поезд начал тормозить при скорости 54 км в час, не доезжая от 200 метров до семафора. Масса поезда 2000 тонны. При торможении действует сила трения 2 меганьютона. На каком расстоянии от семафора находится поезд через 10 секунд после начала торможения? Через 30 секунд. Для начала запишем данное. Начальная скорость V0 равна 54 км в час. Переведем систему C. Это 15 метров в секунду. Путь S равен 200 метров. Масса поезда равна 2000 тонн. Переведем систему C. Это 2 на 10 в 6 кг. Сила трения равна 2 меганьютон. Переведем систему C. Это 2 на 10 в 6 ньютона. T1 равняется 10 секунд. T2 равняется 30 секунд. Найти S1 и найти S2. Напишем второй закон Ньютона. Равнодействующая всех сил равна произведению массы на ускорение. Напишем формулу скорости. Конечная скорость V равняется V0 минус AT. Путь S равен начальная скорость на время минус AT квадрат деленное на 2. Знак минус, потому что у нас движение равнозамедленное. Эти формулы нужно знать. Рассмотрим первый случай. Когда тело двигается 10 секунд. Напишем второй закон Ньютона. Это F трения равняется произведению массы на ускорение. Выразим отсюда ускорение А. Ускорение А равняется F трения деленное на m. Напишем формулу пути. Путь S равен V0 T минус AT квадрат деленное на 2. Подставим в нашу формулу пути ускорение А, которое мы получили ранее. Тогда путь торможения равен V0 T минус ускорение А это F трения на время T в квадрате. Знаменатель 2m. Расстояние до семафора S1 будет равняться. Начальное расстояние до семафора минус путь торможения. Подставим сюда путь торможения. Тогда расстояние S1 равняется. S расстояние до семафора в самый начальный момент времени минус S трения. Это V0 T плюс F трения умноженное на T квадрат деленное на 2m. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав получаем, что расстояние до семафора в первом случае равно 100 метров. Рассмотрим второй случай. Для начала найдем время до полной остановки. В этом случае V конечная равняется V0 минус AT. Так как конечная у нас равняется 0, отсюда следует, что начальная скорость равняется AT. Тогда отсюда время остановки будет равняться начальная скорость деленная на A. A мы ранее получили. Подставим сюда. Получается V0 разделить на силу трения деленное на массу. Тогда время полной остановки равняется V0 умножить на M деленное на силу трения. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав получаем 15 секунд. Тогда во втором случае при времени T2 равное 30 секунд поясо остановится за 15 секунд. Расстояние до семафора S2 равняется начальное расстояние до семафора минус путь торможения. Путь торможения мы ранее получили. Тогда у нас получается S минус V0 тет остановки плюс F торможения умножить на T квадрат на T остановки в квадрате. Знаменатель 2m. Подставив сюда наше значение получаем результат 87,5 метра. Запишем ответ. Путь S1 в первом случае расстояние до семафора 100 метров. Во втором случае расстояние до семафора 87,5 метра. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.